Всем привет, с вами РВК и сегодня мы продолжаем рассматривать советские крейсера. Очередь дошла до Дмитрия Донского, крейсер девятого уровня. Ну и, мягко говоря, крейсер, который оставляет очень противоречивые впечатления. Кому-то он заходит, кому-то менее сильно он заходит, и кто-то я. Тот, кто от этого крейсера, ну, мягко говоря, не в восторге. Не то, чтобы аппарат был плохой, но лично мне он не нравится, играть мне на нем не особо интересно и ничем он меня не привлекает. Но давайте обо всем по порядку. Как и всегда, мы рассмотрим сегодня характеристики, поговорим о перках, модернизациях и сигналах. Ну и в целом, мое мнение о корабле более детально, о том, как стоит на нем играть, чего стоит придерживаться. Вопросов будет по этому видосу, конечно, много, потому что то, как я на нем играл, это неоднозначно и в целом есть альтернативы. Но, тем не менее, я буду, конечно, высказывать сугубо свое мнение и то, как играю на нем я. Начнем с характеристик. В плане живучести данный крейсер не особо выделяется, особенно если его рассматривать в совокупности ветки советских крейсеров. Боеспособности немного, 43 400. Для уровня это чуть хуже среднего. Брони у крейсера, опять же, нету. То есть, как-то носом мы еще что-то иногда можем стрикошетить, но если мы подставляем свой порт, то нам гарантированно вкидывают очень много урона. Очень часто можно словить сокрушительный удар, ну, либо получить 1030-35, что по факту сокрушительный удар, потому что с оставшимся воевать становится проблематично. У крейсера есть также ПТЗ, какое-никакое 16%. Сказать, что оно спасает от торпед, да нет, не особо спасает. Лучше вообще стараться избегать урона, поэтому есть и есть, как бы назвать это плюсом, ну, лично я не могу. В совокупности с очень крупным корпусом крейсер чувствует себя некомфортно. Живучесть по факту не обеспечивает выживаемость в бою. Какое-то время, конечно, мы можем пожить под уроном, под фокусом, но это время не очень продолжительное, поэтому крейсер уничтожают оперативно. Выживаемость же в бою обеспечивается за счет параметров маневренности и маскировки, что, в принципе, для советских крейсеров, да и, как для многих крейсеров, вполне себе естественно. Маневренность у Дмитрия Донского вполне себе вменяемая. У нас отличная скорость хода в 36 узлов, по факту быстрее нас только Сент-Луис и топот форсажа. Циркуляция хоть и большая, но в силу корпуса 870 метров смотрится, ну, вполне себе хорошо. То есть, просто мы знаем, что корпус здоровый, соответственно, ну, это логично, что мы не будем как-то очень быстро вращаться. А вот время перекладки рулей у нас довольно среднее для уровня, 10 секунд без разгона, но в целом, по совокупности всех параметров, крейсер, да, конечно, бредоподобен, потому что он крупен и быстро, но это не вызывает какого-то прям лютого дискомфорта. То есть, если мы, конечно же, начнем циркуляцию в момент залпа вражеских линкоров, там, к примеру, они в нас попадут на очень много, но если просчитывать вражеские залпы, маневрировать во время перезарядки, открыто подставляя борт, то чувствуешь себя вполне себе вменяемо, неплохо. То есть, ну, крейсер, он и есть крейсер. Главное, что скорость, в принципе, у нас хорошая, это основное преимущество, потому что мы можем быстро подходить, сближаться, можем быстро отходить от врагов, и это позитивно сказывается на динамике боя. Что же касается маскировки, то по данному параметру Донской плохой крейсер. Если маскировку оставлять базовой, а именно не разгонять уперками, либо модернизациями, но если все прокачать, то, в принципе, маскировка вполне себе хорошая, и ей можно эффективно пользоваться при различных геймплейных ситуациях, потому что наш засвет становится 12,6 километров, что весьма хорошо. Это, конечно, не какие-то сверхпоказатели, но с учетом здоровизны корпуса, это очень хороший параметр. А с учетом того, что у нас еще есть и РЛСка на 12 километров, то зона для эсминца со свободным маневрированием остается всего лишь в 600 метров, а эту дистанцию очень просто разорвать, чтобы найти, к примеру, эсминец. Позитивнее же это все сказывается просто при сражении с другими кораблями, потому что, если нас плотно берут фокус, когда мы играем на дистанции, просто перестаем стрелять, отсвечиваемся, ждем нового момента, пока противники найдут себе новую удобную цель и вновь включаемся в бой. Из-за чего вот такими вот пострелял-отсветился, пострелял-отсветился, можно беречь и свое хп и наносить очень много урона. Опять же, за счет маскировки можно сближаться с противниками поближе и уже на отступлении чисто вести огонь и наносить приличное количество урона. В принципе, по тактическим приемам Донской разнообразен, потому что реально есть возможность и сблизиться, есть возможность и отсветиться на дистанции, есть возможность и контрить эсминцы, и это хорошо. Но, тем не менее, корабль мне не нравится в большей степени из-за вооружения. Конечно, я верю, что сейчас найдутся специалисты, которые начнут мне рассказывать о величии ГК Дмитрия Донского. Да, оно в принципе-то неплохое, кто бы спорил. У нас есть 12 орудий, 180 миллиметров, и кажется, что это очень-очень сильно и грозно, и местами да, это так и есть. Но давайте более детально разберем плюсы и минусы артиллерии. Что же можно выделить в плюсах данного ГК? Ну, в первую очередь, это урон осколочно-фугасных снарядов. Средний для уровня, хотя калибр у нас не 200 миллиметров, обладаем мы уроном 200 миллиметровых снарядов. Хорошо? В принципе, хорошо. Шанс пожара у нас неплохой, 13% у этих фугасов. В принципе, поджигает Донской более-менее вменяемо. Урон бронебойных снарядов у нас приличный, 4400. Ицтадели мы выбиваем, в принципе, на дистанции до 14 километров по крейсерам более-менее уверенно. Либо, в принципе, можно иногда дать залп ББшек в борт и увидеть очень много белого урона. Это хорошо, вполне себе хорошо. Баллистика у крейсера приятная. Брать упреждение на любую доступную дистанцию не составляет труда. При этом, даже стреляя по эсминцам, можно показывать хорошие результаты на приличных дистанциях, там, километров 12-13. Донской закидывает по эсминцам, как и любой советский крейсер, очень хорошо. Опять же, не стоит забывать, что у нас приличная кучность, точность снарядов, из-за чего можно за залп, ну, давать приличное количество попаданий. Также можно выделить углы стрельбы, которые у Дмитрия Донского вполне себе хорошие. Можно стрелять всеми орудиями, не сильно подставляя свой корпус. Ну, по крайней мере, даже если мы подставляем его, то у нас есть вполне себе время на реакцию, чтобы успеть развернуть там нос, либо корму подвернуть, чтобы не получить лишнего урона. Это все позитивненько. Да у него даже башни вращаются более-менее хорошо по меркам крейсеров, из-за чего вести динамично какой-то бой на любой дистанции не составляет труда. Даже если мы окажемся в ближнем бою среди островов, то мы будем быстро перекладывать свои башни и уверенно противостоять любому противнику. Ну и, собственно, тогда спрашивается, почему мне не нравится данный крейсер, и тут всего лишь два минуса. Но именно из-за этих минусов мне Донской не нравится. В первую очередь это перезарядка. Без какого-либо разгона она составляет 12,5 секунд. Ну и второй минус это дальность стрельбы, которая, в свою очередь, без разгона также невысока. Это 17,8 километров для своего уровня средненький показатель, но не для концепции, в принципе, Дмитрия Донского и советских крейсеров. В общем, что не так? Отвечаю. У данного корабля проблема реально с ДПМ. Вот как бы это странно не звучало при таком количестве орудий, а именно, повторюсь, 12 стволов. Потому что из-за перезарядки мы не можем часто стрелять. Мы стреляем более-менее нормально для уровня, но все равно часть снарядов промахнулась, часть снарядов не пробила, потому что нужно еще правильно составить перки, особенно если мы хотим противостоять линкорам. И как-то дамага нету. Ты стреляешь, 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 стреляешь. Можно сколько раз это повторять, урона только почему-то нету, и набивается он проблематично и долго. Окей, перезарядку можно разогнать, к примеру, модернизациями. Будем стрелять почаще, и тогда становится все более-менее получше. Но становится яркий минус и нехватка дальности стрельбы, потому что играем мы уже на хай-левеле, среди девяток-десяток почти всегда. То есть мы редко окажемся в топе, и 17,8 километров дальность для крейсера девятого уровня, который отличается гигантнейшим корпусом и практически отсутствием брони и неспособностью танкануть, ну вообще ничего. Мы как только борт маленько подставим, нам сразу цитадели вкинут. И что нам-то с такой дальностью делать? В итоге получается, что на Донском, как ты не старайся извернуться, но либо ты жертвуешь ДПМом, либо дальностью стрельбы. И тут уже каждый выбирает, как ему удобнее играть. Лично я жертвую ДПМом в силу установки модернизации на дальность, но я получаю дальность, и для меня это становится все таким же классическим дальнобойным крейсером СССР, где я могу кататься, стрелять, где я обладаю здоровенной зоной, свободной для маневров своих, с учетом прокачанной маскировки. И в принципе-то играется более-менее нормально, но не нравится. Ну вот просто не нравится. Я не знаю, как это выразить, потому что вроде бы как бы и более-менее в итоге получается, но крейсер меня полностью не устраивает, и... Точнее не то, что крейсер меня вполне себе устраивает, но те результаты, которые я на нем показываю, вот они лично меня, как игрока, не устраивают. К сожалению, выходит такая картина, что плюсов много, но вот есть некоторые минусы, которые плюсы просто не могут пересилить. И вот лично для меня, я не претендую на какую-то там последнюю правду, и что вот у всех так. Нет, многим Донской нравится, они на нем нагибают, и бед не знают. Я лишь, когда делаю видосик по кораблику, высказываю свое субъективное мнение. Возможно, вам нужно просто что-то изменить в моей сборке, как я играю, посмотреть там других товарищей. Либо просто ваш стиль игры сможет раскрыть этот корабль. Мой не сможет. В отношении ГК для меня это полный провал, потому что я не могу на нем нормально наносить дамаг, который будет меня устраивать. В любом случае, Донской вооружен не только артиллерией, но у него есть еще и торпеды. И в коем-то веке эти торпеды более-менее вменяемы, и иногда даже мы ими наносим урон. По своим параметрам они неплохи. У торпед хорошая заметность, 1 на 1 километр. Торпедные аппараты вращаются достаточно быстро. И урон у них неплохой. 14 тысяч, вполне себе вменяемая цифра. С учетом того, что мы обладаем пятью торпедами, веере, то можно забрать, либо очень сильно покалечить любой практически корабль в игре, который мы будем встречать в своем уровне боев. Главное преимущество торпед, что они уже идут на 8 километров, а значит мы ими можем более активно пользоваться, чем на других советских крейсерах, которые обладали всего лишь четырьмя километрами. Но торпеды имеют и свои минусы, в частности, они уже перезаряжаются больше обычного, почти две минуты, и у них небольшая скорость хода, 55 узлов. Конечно, от этого можно уклониться, но в целом, именно на Донском иногда удается скидывать удачно торпеды, особенно если мы где-то подошли довольно близко, кто-то нас пытается зарашить, либо в конце концов мы уже сами пошли в такую последнюю свою атаку, и мы можем откидать торпеды заранее, что в свою очередь частенько приводит к их попаданию. А это дополнительный урон и шанс на выживание в бою. Я не призываю идти на Донском пускать торпеды, это глупо, потому что концепция крейсера все-таки немного другая, а именно обычная советская длиннобойная геймплей. Но, в принципе, торпедами более-менее на этом именно корабле удается попользоваться. Ну и последнее, что нам осталось рассмотреть, это ПВО. В плане ПВО Донской неплохой кораблик, самолет он сбивает более-менее вменяемо. Конечно, нас все равно атакуют и атаки свои проводят, и урон по нам наносят. Но на практике какую-то часть самолетов сбить мы успеваем, тем самым мы минимизируем по себе возможный урон. Все дело в том, что у Донского хорошее количество разрыва в аурах, то есть в средней это 9 и в дальней это 8 при установке модернизации на ПВО. Ну и сам по себе урон постоянный в аурах приличный. 181 в дальней и 313 в средней. Что делает по совокупности атаку данного корабля проблематичной для авианосца 8 уровня. Ну а десятки, кто бы ему угрожал, как говорится, и один минотавр бедняк угрожает. В целом, если у нас будет еще заградочка, более-менее что-то позабивать можем, и особо я не вижу смысла здесь далее акцентрировать внимание. Вот так выглядит Донской по своим характеристикам, а теперь давайте непосредственно пробежимся по сигналам, перкам и модернизации. Начнем с сигналов, здесь все довольно классически и стандартно. Берем Сьерра Майк, Новембр Фокстрот, Индия Дельта, не забываем взять Виктор Лима и Индия Икс Рей. Стоит помнить, что если мы берем Индия Икс Рей, то необходимо брать сигнал Джулиет Чарли, чтобы убрать полностью риск детонации корабля. Навеска можно взять Индия Янки, чтобы время пожаров было у нас поменьше, ну и Джулиет Янки, чтобы уменьшить время затопления. Добавочно можно взять Новембр Эйч, что апнет нам немножко ПВО, ну и остальные сигналы можно брать какие-нибудь экономические, тут уже, как говорится, все, что вашей душе угодно. В плане модернизации я выбрал такую прокачку. В первый слот берем основное вооружение, во второй слот устанавливаем поисковый РЛС модификация 1. Эта модернизация заметно апает время работы нашего расходника на РЛС. Без нее, к сожалению, с учетом перезарядки крейсера реализовать РЛС сложно. С данной модернизацией все попроще, у нас больше времени, чтобы пострелять, к примеру, по эсминцам либо по крейсерам в дымах. Если же у нас все-таки нет возможности установить данную модернизацию, то берем систему борьбы за живучесть. Но, повторюсь, без этой модернизации на РЛС Донской будет еще более виловат, скажем так. В третий слот берем ПВО-модификацию 1. Альтернативы особой нету. Тут апаем все ПВО-шечку. И хорошо, крейсер и так точный, поэтому ставить систему наведения, но лично я не вижу смысла. В четвертый слот устанавливаем рулевые машины. Здесь все просто. Апаем себе маневренность, корабль становится чуточку отзывчивее. Это хорошо сказывается в целом на комфорте маневрирования. В пятый слот устанавливаем систему маскировки. Лично я по фулу упарываю Донского в маскировку, потому что у нас так будет больше свободная зона для ведения огня и возможности отсветиться. Ну и опять же мы можем подойти на наиболее близкие расстояния к эсминцам либо крейсерам в дымах. В шестой слот устанавливаем систему управления огнем, потому что дальность стрельбы это основополагающий параметр для советских крейсеров. Без этой модернизации Донской стреляет всего лишь там на 17 с копейкой километров и этого недостаточно с учетом корпуса. Даже если мы по фулу уложим себя в маскировку, ну лично мне некомфортно играть с дальностью 17 километров. Приходится очень часто подходить, мы слишком быстро выходим из зоны, в которой можем стрелять, в результате нам приходится петлять туда-сюда значительно чаще и это плохо. Когда у нас есть значительная дальность, в бою чувствуешь себя комфортнее, по крайней мере на советских крейсера. Ну вот для альтернативы тут уже все, как говорится, под ваш стиль игры. Можно установить, конечно же, орудие главного калибра, что апнет нам перезарядку ГК. Вот с такими модернизациями я играл на Донском, ну и последнее, что нам осталось рассмотреть, это перки капитана. Чем мне нравится советская ветка, то что по факту, начиная с Кирова, ты просто пересаживаешь капитана и прокачиваешь в одном стиле. По крайней мере, я прокачивал его именно так. По факту, у нас должны быть взяты следующие перки к девятому уровню. Это профилактика, отчаянный, суперинтендант, взрывотехник, инерционный взрыватель и мастер маскировки. Дальше уже лично я взял себе мастера-наводчика, но если вы новичок и не можете отследить, кто по вам стреляет и сколько людей желает вам зла, то можно взять приоритетную цель либо артиллерийскую тревогу. Главное же при прокачке Дмитрия Донского это выйти на маскировку и на инерционный взрыватель. Маскировка нам даст тактические возможности и выживаемость в бою, а инерционный взрыватель прибавит наносимого урона. Почему стоит брать инерционку на Дмитрия Донского? Несмотря на то, что у нас калибр 180 мм, он не позволяет нам пробивать высокоуровневые линкоры в оконечности, бортовую обшивку и так далее. Поставив себе инерционку, мы получаем возможность полностью пробивать все корабли, которые будем встречать в бою и наносить по ним урон. Единственным, кто для нас останется в недосягаемости, это Гроссер Курфюрст и Фридрих Дергросса. Всех остальных мы будем пробивать. Но еще не стоит забывать, что Москву не до ВЧ апнули и ее палубу и бортовую обшивку мы тоже не будем пробивать. Итого, с инерционкой мы пробиваем всех, кроме трех кораблей, что само по себе очень даже хорошо. Вот в такой сборке я играл на Дмитрии Донском, ну а теперь давайте немножечко подведем итоги и я еще разочек выскажу свое мнение по данному аппарату. Сам по себе данный крейсер продолжает наследовать все самое лучшее от дальнобойного геймплея советских крейсеров. У нас при такой раскачке, которую выбрал я, есть дальность, есть возможность стрелять по большинству противников и в принципе мы с этим справляемся более-менее хорошо. Не стоит забывать, что у нас также есть и камень преткновения, который нам достается от Чапаева. Это РЛСка, которая непродолжительна по времени своего действия и многие новички стремятся идти вперед в самом начале боя, чтобы реализовать ее, где их быстро убивают и в принципе я думаю многие согласятся, что крайне редко можно увидеть в боях Дмитрия Донского, который живет ну не знаю больше там может минут 5. Обычно все упарываются в прожатер-РЛСочку и мру, что само по себе неправильно. Донской это все так же как и Чапаев последний рубеж обороны против эсминцев. Если больше некому подсветить, ну Донской должен идти и справляться с этой задачей, несмотря на то, что скорее всего ему очень много дадут урона. Как ни крути, основная цель данного корабля это в лучших традициях выжигать линкоры, саппортить крупным кораблям против крейсеров, ну и конечно же при ситуации суметь побороться с эсминцами. Не стоит изобретать какой-то велосипед в боях. Реально, если у нас есть возможность подойти, может быть какую-то точку перекрыть РЛСкой и мы будем в сейве, это можно сделать. Но лучшее, что мы можем делать на открытых картах это сближаться поближе до дистанции к примеру там 13-14 километров отворачивать от врагов и на отступлении уже разваливать всех, накидывая пожарчики, давая небольшой урон от прямых попаданий и потихонечку вот так вот подходя и отступая влиять на бой. К сожалению, лично я не вижу ничего более в Донском уникального, несмотря на то, что у него даже есть торпеды, потому что иногда, да, мы куда-то упарываемся, нос у нас еще более-менее что-то может тонкануть, доходим до противников и пускаем эти самые торпеды. Но в большинстве случаев скорее такие решительные действия ведут к уничтожению корабля. Ведь Донской реально раздает свое ХП направо и налево. Нужно крайне аккуратно подходить к маневрированию, лишний раз не подставляться, всегда следить заряженные линкоры, когда мы подставляем свой борт даже на дистанции, потому что корпус крупный и охотно принимает себе все в борт и в цитадели, что более печально. Да, иногда какие-то сквозняки там удается словить, но по большому счету тот еще ваншотник. А на этой веселой ноте все. Спасибо всем за просмотр, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки, ну и конечно же не забывайте подписываться на канал и вступать в группу ВК, ссылки в описании. Всем пока, увидимся в боях. Субтитры сделал DimaTorzok